Привет всем, мои хорошенькие! Добро пожаловать на канал! Меня зовут Лайза Куин. Если вы тут впервые, на данном канале мы смотрим на наших любимых артистов и пытаемся понять и подчеркнуть, что же делает их такими потрясающими. И я очень благодарна всем, Диэрс. Вы оказываете мне большую поддержку. И вы были полностью правы. Стоит лишь раз вступить в это чудесное путешествие по выступлениям Димаша, и всё, назад пути уже нет. Давайте уже начнём. Я прям вся волнуюсь. Ты явилась нежданна, как из лунного сна. Обожаю этот низкий тон. О, если б знала ты, что мне нужна только ты одна. Линьи долгие линьи были ночи без сна. Но в стуже сердце озарило, как везда, только ты одна. Это было красиво. И отличительная черта Димаша в том, что он знает, как полностью завлечь аудиторию. Вот эти его неспешные шаги. Он будто разогревает аудиторию своим голосом, который можно назвать разговорным. И он поёт это, делая вот так. Выпуская этот крошечный фрай с дыханием. Этим самым он дадит нам это сладкое предвкушение. Я-то знаю, что вся пирушка ещё впереди. Это же выступление Димаша. Дай мне, дай мне Долгим огнём пылать во мгле и в ненастье Дай мне, дай мне Ночью и днём сгорать в костре грешной страсти Я воспользуюсь этой возможностью и сделаю небольшую паузу. Он тут делает одну интересную вещь. Интересная, потому что это немного спорно и противоречиво. Он принимает решение очень демонстративно поменять тон. Некоторые люди не знают, как к этому относиться. Что интересно, здесь можно почувствовать то, что мы называем ограничением воздушного потока. Это немного узкое звучание. Вот здесь. С придыханием. А здесь немного уже. А вот здесь. Это не только узкое, но это ещё более округло и темнее. Это говорит о том, что звук идёт сзади. Это когда опускаешь язык и поднимаешь нёбо. И это придаёт звуку вот эту округлость, которая немного отличается от более смягчённой ноты, которую он взял до этого, и от той, которую он взял ещё раньше. Я вижу это так, как будто он художник, который набрасывает разнообразные штрихи. Некоторые люди услышат в этом несогласованность. А я считаю, что это очень тактично с его стороны. Давайте посмотрим, какие ещё краски он нанесёт на холст. Ночь замкнула ресницы. А здесь дыхание. Контролируемая вибрато. Просто отлично. И ты вернёшь меня из песни в этот мир. Только ты одна. Итак, походу сейчас будет жарковато. Там было несколько моментов. Он мог бы спеть так, подключив больше грудного голоса. Но он спел так. Это больше как положение зевка. И это можно назвать переходом в регистр, в котором более высокие вибрации. Великолепно. Немного R&B. Немного поп-музыки. Классический стиль. Восхитительно. Опять всё по-разному. Ночью и днём сгорать в костре грешной страсти. Я слышал о том летавре, поэтому знаю, что сейчас что-то будет. Но мне нужно сделать паузу и поговорить о происходящем. Он показал нам три разных подхода на одной и той же ноте. С дыханием. Округлённо. Более классически. А тут поп-звучание. А здесь у него более смешанное звучание и более возвышенные звуки в классическом стиле. А затем он поёт ровно. Это совершенно другое звучание, нежели то, когда он пел округлённо. Я думаю, это его осознанный выбор. Ночью и днём сгорать в костре грешной страсти. Красота! А сейчас мы вот здесь. Головные вибрации. На ноте ми-6. Это была просто прелесть. Это то, на чём мы много работаем с певцами. Это челюсть, которая не колышется на ветру. Это всё из классического обучения, где учишься подавлять гласные звуки и держать челюсть в одном и том же положении. И этот навык, который пригодится во всех жанрах, он поможет решить многие вокальные задачи. Никакого сжатия. Он сделал это так здорово и так прелестно. Субтитры создавал DimaTorzok Погодите-ка, извините, я не хотела прерывать это. Мы послушаем это ещё раз. Он сделал это всё на одном выдохе. Во-первых, этот фольклорный стиль, от которого я без ума. Он всегда отдаёт дань уважения своей традиционной музыке из Казахстана. И это имеет для меня особое значение, потому что это демонстрирует, насколько он всесторонне развит. Он дадит нам более гортанные звуки. До сих пор на одном дыхании делает эти разбежки. Он подарил нам такую душевную разбежку. Не пропустил ни одной ноты. Безупречно, чисто. И продолжает петь от души. Какой же шум мы! Субтитры создавал DimaTorzok